Все, мотора. На меня говорите. Мы присутствуем с вами на совершенно уникальной выставке. Здесь перед нами ожил Алексеев, который был забыт многие годы, и сейчас он возвращается к нам. Это его блистательные иллюстрации к Анне Карениной Толстого. Художник трудной судьбы, который шел к своему призванию, преодолевая неимоверные испытания. И мы сейчас являемся свидетелем его действительно гения, процветшего уже в зрелые его годы. Это его совершенно уникальные иллюстрации середины 50-х годов. Никто, как он, не иллюстрировал Толстого. И это манера, которая предвосхитила наш сервилиалистический кинематограф и нашу анимацию таких мастеров, как Нордштейн. Фактически, каждая иллюстрация – это только название иллюстрации. На самом деле, это внутренний ассоциативный ряд, если угодно, такой скрытый, концентрированный, спрессованный фильм о каждом эпизоде, где текст живет в динамике линий, света, каких-то мистических проявлений пространства художественного Алексеева. Действительно, Алексеев был величайшим мастером света, мастером пространства. И он сумел в каждой своей работе, в каждом афорте, в данном случае афорте с эклотинтами, тут представленной, действительно, сумел передать всю динамику и весь видеоряд. Его работы звучат, поют. Вот, например, тут кабинет Стивы изображен, и мы видим сон Стивы. Вот этот мистический свет, который как бы падает с неба. Фактически крыши нет, если приглядеться, очень интересно, фактически нет крыши, и мы видим небо над кабинетом. То есть стены кабинета как бы становятся домами, пространство преображается, каждый стул, каждый стол является живыми существами. И в итоге мы получаем вочеловеченное, некое оживленное, одухотворенное пространство. Для Алексеева не существует неодушевленных предметов, все живет в его замечательных работах. Поэтому я считаю, что организаторы выставки сделали большое дело. Они действительно вернули нашего замечательного художника, нашего гения, который давно уже известен всему миру, и только у нас, к сожалению, неизвестен широкой публике. Надеюсь, что это только начало вот этой прекрасной инициативы. И думаю, что ряд подобных выставок, конечно, послужит делу возвращения нашей подлинной культуры в наше сложное время в ее колыбель. Это уже был конец, был долгий. Я уже запомнил, каким разом. Вы представьте себе. Да, пожалуйста, да. Григорий Певцов, поэт, искусствовед, литературный критик, переводчик. Член Советового писателя Москвы, член Творческого союза художников России. Спасибо. Сейчас микрофончик заберу. Да.